Как уже, наверное, известно много жителям нашим, что главные у нас проблемы с незаконченными объектами – это две школы, Геросис Вильтес и Другисте. Это садик Ажолюкос. Если говорить о сумме иска, которую нам предъявляет подрядчик, это по Ажолюкос 139 тысяч, по Геросис Вильтес 124 тысяч и по Другистой школе 47 тысяч. Но наши встречные иски, сумма встречных исков намного больше. Это по Ажолюкосу, если иск подрядчика 39 тысяч, то наш иск 304 тысяч евро. По Геросис Вильтес, если иск подрядчика 124, то наш встречный иск 122 тысяч евро, немного меньше, чем их. И по Другисте, если иск подрядчика 47 тысяч евро, то наш встречный иск 208 тысяч евро. Дела находятся в судах. Стадия такая, что по садику Ажолюкос проходит экспертиза, которая назначена судом. Эксперт проводит работу. Главный спор у нас из-за объемов выполненных работ. И эксперт, назначенный судом, готовит выводы. По поводу школы Геросис Вильтес, думаю, в ближайшее время у нас уже будет решение первой станции суда. Это намечено заседание на 27 число по поводу Другисты, школы. Еще пока рассматривается дело, на 20-21 апреля назначены заседания судов. И также хотел бы сказать, что самый большой иск, который мы подали в суд, это уже по инициативе администрации, это иск по поводу нашей системы КАМЕР. Сумма иска около миллиона евро. И этот иск суд уже принял. И сейчас другая сторона пишет ответ на наш иск. Я не хотел бы очень подробно комментировать, так как это может повлиять на ход событий в суде. Но главный момент это собственность сетей, по которым подается связь на камеры. Это оптиковолоконные кабеля и собственность на них. Мы посчитали ущерб, который он нанесен самоправлению. И это все вчитали в наш иск, который предоставили суду. Напомним, договор о реновации про гимназии Геройсас Вильтес был подписан в мае 2014 года. В конце 2015-го был продлен. И тогда оговаривалось, что в мае 2016-го объект будет сдан. Работы по модернизации про гимназии Дрогистес, согласно договору, должны были быть закончены еще раньше, в январе 2016-го. Договор о реновации детсада Ажу-Люкас был заключен также в мае 2014-го. Два раза его продлевали. И завершить проект должны были в конце 2015-го года. А на дворе у нас весна 2017-го. По словам Сергея Мицкевича, администрация самоуправления в свое время пыталась сделать все возможное для того, чтобы процесс работ по реновации зданий учреждения просвещения не прерывался. Но общего языка с подрядчиками найти не удалось. Мы с подрядчиками пытались переговоры вести, пытались как-то решить проблемы мирным путем. Но с момента, с того, как я начал работать, работы практически не велись. Потом позже были работы вообще приостановлены. И мы писали и письма, и проводили встречи с подрядчиком. Но позиция подрядчика была такая, что требовали, чтобы мы сделали дополнительную закупку. Только тогда они начнут работать. То есть работы были приостановлены. И подрядчик обратился в суд. И потом мы дали свой встречный иск, в который считали и ущерб, который нам нанес подрядчик. По Жилюкосу ситуация еще сложнее. Потому что фирма, которая выиграла этот конкурс, она сейчас уже банкротирует. То есть это показывает то, что в любом случае этот объект не был закончен. И уже подрядчика представляет в судах администратор банкрота фирмы. И ситуация такая, что в любом случае не был бы закончен этот объект в срок. А иск первый подал подрядчик. Но мы все-таки до последнего надеялись, что начнутся работы. Что решим эти проблемы мирным путем. Но мирным путем, как видите, решить не получилось. И я, как уже говорил, если иск подрядчика 39 тысяч, то мы посчитали весь ущерб, который подрядчик нам нанес. И сумма составляет 34 тысячи евро. Сегодня ближе к вечеру стало известно, что Паневерский окружной суд в ходе разбирательства дела о реновации про гимназию Геросес-Вильтес частично удовлетворил иск за Овелстата, а также частично удовлетворил встречный иск администрации самоуправления. В частности, не удовлетворено требование обязать мэрию сделать дополнительные закупки. И констатировано, что подрядчик, согласно действующему договору, должен завершить работы на объекте. По закону, решение суда в течение 30 дней может быть обжаловано. Неизвестно, как долго будут длиться судебные процессы, связанные и с модернизацией других зданий. Неужели все это время работы будут стоять? Эту проблему мы решаем. Идут переговоры с агентурой ЦПВА. Все-таки мы понимаем, что как можно быстрее нужно закончить эти объекты, так как и в садике, и в школах от этого страдает качество, как говорится, обучения, качество процесса. И в школах проблема в том, что сторона, в которой утепленное здание, и сторона, в которой здание не утеплено, то есть там не одна температура, и по поводу этого возникает немало проблем. Мы решаем этот вопрос с агентурой, и я думаю, в ближайшее время постараемся решить этот вопрос и закончить здание. Я также хотел бы отметить, что всех подрядчиков, с которыми у нас сейчас суды, отобрала не администрация ВИСАГИНСКОМУ, а они были отобраны через систему ЦПО. То есть нам, бывшей администрации, было предоставлено только уже окончательное решение о том, кто будет подрядчик. И по поводу системы ЦПО тоже недавно появились выводы, такие нехорошие, по поводу нарушений, что некоторые, как говорится, некоторые пункты системы ЦПО не особо соответствуют законам общественных закупок. То есть проблема с этой ситуацией, я думаю, она не только в нашем сомправлении, она есть и в других сомправлениях, и мое личное мнение, что в этой ситуации должна принять ответственность и центральная организация по закупкам. Также я хотел бы еще сказать, что объекты, которые начались в этой каденции, которые начались при мне, это центр социальных услуг и бассейн возле школы Драугиста, они закончены раньше срока, бассейн возле школы Драугиста закончен на 6 месяцев раньше, а центр социальных услуг закончен на 4 месяца раньше. То есть даже не потребовалось подаления, подрядчик сделал все быстро и, что главное, качественно.